Сибиллу Шаферт ПОЁНЕЙ ПОЁНКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Is there something that you want from me? I didn't see him. 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 He just ran out of the shoes. I don't know where he was going. I didn't see him. I didn't see him. I didn't see him. I was going to tell him. I was going to tell him. Let's go. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, мисс Хэйс. Как доехали? О чем вы говорите? Что тут здесь не так? Сэлма, тут что-то происходит. О чем не следует знать? О чем он говорит? Почему он бьет мои посуды? Я бы хотела поговорить с вами о том, что здесь происходит с тех пор, как вы уехали. Что вы бормочете? Скажите ей, что я артист. Я не работаю бесплатно. Он говорит, что он артист. Что он хочет этим сказать? Никто не просит, что он работал бесплатно. Мы едем в банк и скажите это там. Ваши прислуги жалований не доплатили. На счетах нет денег. Как это нет денег? Это вас надо спросить, мисс Хэйс. Как это? Вы хотите знать, что это значит? Я вам объясню. Видите это блюдо? Нет денег. Этот чек только бумажка. Так что это? Нет денег. Есть чек. Теперь вы понимаете. Есть чек, но нет денег. Вот так. Ди пинго-ди-понго-ди-понго. А теперь... Сэлма, остановите его. Андре, в чем бы проблема ни состояла, я уверена, что это ошибка. Именно так и пишут на чеках. Вновь и вновь. Финита ошибка. Финита ошибка. Андре уходит. Аривидерчи. Я иду звонить моему бухгалтеру немедленно. Как долго продолжается возврат неоплаченных счетов? С тех пор, как вы уехали в круиз, немного больше месяца. Алло? Извините, вы набрали номер, который отключен. Что такое? Извините, вы набрали номер, который больше не действует. Я сама-то договорю. Пусть Питер подаст мне машину. Мисс Хэрис. Питер уволился сегодня утром. Взял машину с собой в качестве залога. Ничего, Сэлма. Все в порядке. Вызови меня такси, а я пойду переодеваться. Да, мэм. Мэм, мисс Хэрис. Мэдди. Я понимаю, что у тебя, Сэлма, есть иные обязанности, но я уверена, что... Тут какая-то ошибка. Я уверена, что вы правы, мэм. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы хотите сказать, что мне некуда обратиться за помощью? Что кто-то украл все, что я зарабатывала с 14-летнего возраста тяжелым трудом, и я ничего не могу с этим поделать? Хочешь правду? Мэг, тебя обокрали и обокрали доческо. Твои управляющие сняли все до последнего цента с твоих счетов в банке. А, я разорена? Нет, еще не совсем. Звучит, будто совсем. Да, это так кажется, но они украли только ликвидные имущества, наличные из банка, облигации и тому подобное. У тебя есть еще другие источники дохода. Какие, например? Ну, например, ты вкладывала деньги во множество компаний. Посмотри, их тут целый лист. Алан, что ты мне тут рассказываешь? Магазинчик красных для ногтей, студия фамильных портретов. Дай мне этот лист с чепухой, я порву его. Не, подожди, Руэль. Ты также являешься совладелицей магазина спортивных принадлежностей, лавки порно-книжек и детективного агентства. За прошлый год эти инвестиции принесли тебе... 400 тысяч 311 долларов? Вот это здоровье! Я столько заработала? Нет, это все убытки. Видимо, эти инвестиции были внесены на покрытие убытков. Алан. Давай не будем терять голову. Это еще не конец света. В конце концов, ты же Мэдди Хейс. И что это должна означать? Это означает, что пять лет тому назад ты была лучшей фотомоделью этой страны. Только не говори мне, что уже нет компаний, которые отвалят кучу денег за то, чтобы стандартировать тебя рядом с какой-нибудь машиной или обнимающей их холодильник. Я не стану этого делать. Прошу тебя. Тут скоро два автошоу. Тьфу. Есть способы добывания средств хуже, Мэдди. Алан, ты хороший адвокат и хороший друг. Только потому, что я одолжил тебе свою машину? Ты прав. Я подпишу чек и прослежу, чтобы сегодня днем тебе вернули твою машину. А тем временем я хочу, чтобы ты поехала домой, пришла в себя, а потом заехала на все эти фирмы и ликвидировала те из них, которые сможешь. Некоторые управляющие могут предложить тебе выкупить твою долю, но главное – уведомить их, что ты их закрываешь. Не нравится мне это, Алан. Мне не нравится быть бедной, нищета мне не подходит. Знаешь, Мэдди, у тебя очень красивый носик. Старайся держать его вверх. Детективный бюро поиск потерянных и украденных вещей – наша профессия. Вы теряете, мы находим вас на доле, мы разбираемся. Ваш малыш потерялся, мы находим его до заката. Незначительных дел нет. Мы существуем для того, чтобы помочь каждому. У нас есть разрешение от штата Калифорния, и мы принимаем любые кредитные карточки. Чем могу быть вам полезно? Извините, мы деньги уже жертвовали. Добрый день. Да. Вы можете сказать мне, как зовут вашего начальника? Его окружили, и никого поблизости не было. Он отбирался, как сумасшедший, пробиваясь к корзине. Вдруг он увидел ее, бросил мяч и попал. Болельщики вскочили, взрослые плакали, как дети. Женщины бросали в воздух лифчики, и в то время как президент пожимал его руку на лужайке перед белым домом, он мусорно повещал самому себе и своей мамочке, что как бы высоко он ни взлетел, он никогда не изменится. Здравствуйте. Здравствуйте. Вау. О, мистер Пистовый, сегодня что-то длиннее. Кто это к нам пожаловал? Я не знаю, она только что вошла. Ну нет, причин быть такой застенчивый. Надо выказать немного участия в духе Дейла Карнеги. Запомните урок номер один. Представьте себе, что все вокруг раздетые. Не пугайтесь этой мысли, ладно? Ужасная вещь застенчивость, я знаю. Но вы не волнуйтесь, мы поможем вам ее приобрести. Мы это делаем лучше всех. Вот возьмем ее. Она уже прошла большой путь, а когда я подобрал ее, она была сама стыдлива. Но вам, наверное, об этом не хочется слушать. Не так ли? Да, не хочется. Ладно. Итак, меня зовут Дэвид Эдисон, а вас? Мэдди Хейс. Мэдди Хейс. Мы с вами не знакомы? Нет, я не думаю, что мы встречались. Не, подождите секунду, не дурите мне голову. Мои глаза меня не обманывают, детки. Они как фотоаппарат. Если я что-то один раз видел, это у меня в мозгах навсегда. Правда? В мозге я как-то не принесла. Нет, мы не уверены, ведь вам нужен сыщик. Если я винусь за дело, то... Все это очень хорошо, мистер Эдисон. Возможно, вы где-то видели мои фотографии. Я так и знал. Мух на вас нет? Нет. Конечно, нет. Что бы это ни означало. Конечно, теперь, когда я пришла сюда... Да, мы общались в конце 70-х годов. Год я точно не помню, но готов держать пари, что вы были мисс Март. Мисс что? Мисс Март. Мисс Март. Фото модели с Плейболи. Как насчет 1976 года? Я помню весь разворот журналов. Вы любите джаз, ваше любимое кино, чайка Джонатан Льюнгстон. А вы хотели помочь обездоленным детям. Я прав или нет? Я отчетливо помню весь этот разворот. Если вы не возражаете, сейчас, здесь, в моем кабинете, Вы полностью одеты, выглядите так же великолепно, хотя прошло уже почти 10 лет. Да. Итак. Послушайте вы, сотрите эту гнусную улыбочку со своего лица, или я сама это сделаю, ударив вас. Я не мисс Март, мисс Май, или еще какая-нибудь мисс. Да будет вам известно, что я Мэдлин Хейз, и эта контора принадлежит мне. Мэдлин Хейз. Вы Мэдли Хейз? Вы Мэдли Хейз? Мэдли Хейз, девушка голубая луна? Мэдлин Хейз, шампунь голубая луна? Конечно, шампунь голубая луна. Девушка голубая луна. Единственный шампунь с молоком, медом и... И большой ложкой. Холосы лунного света в каждой бутылке. Именно, вы это она, та девушка с бутылки, что была повсюду. Я же говорил, что видел вас. Боже, должен сказать, что я люблю вас. Я хочу сказать, что я всегда любил вас, правда? Итак, что же вы хотели сказать старику Дэйву? Вы уволены. Повторите. Мистер Эдисон, это сыскное бюро полностью принадлежит мне. Я испытала недавно некоторые финансовые неудачи, и это на виду с фактом, что эта контора за три года своего существования принесла значительные убытки, заставляет меня закрыть ее. Я уволен? И немедленно. Я надеюсь, что все счета расходов и все кредитные карточки, открытые на имя моей компании, будут немедленно вручены мне или моим представителям, и я ожидаю немедленного возврата всех автомобилей компании. Автомобили моей компании, Порше? Агенты по недвижимости уже ищут, кому бы сдать это помещение, поэтому чем быстрее вы все объясните своим служащим, тем будет лучше для каждого. Мы выплатим все, что было высловлено при заключении индивидуального контракта, а также двухнедельное пособие по увольнению. Вы меня понимаете, мистер Эдисон? Понимаете меня? Каждое слово. Мне это тоже нелегко, и я не получаю удовольствие, увольняя людей. Но извините меня, я полагаю, что моя миссия окончена. Поистине удивительно, что, глядя на все эти телевизионные ролики и печатные рекламы, никогда не догадаются, что в реальной жизни вы простая бессердечная стерва. Давайте как-нибудь еще раз встретимся, и все это повторим снова. Время пришло уходить. В сумке покой еди. Встреча нас новая ждет где-то еще впереди. Мне будет наводать вас, мистер Эдисон. Вы были самый веселый мяч, который я знала. Эй, эй, эй. Я вовсе не шучу. Этот парень всегда приземляется на все лапы. Хоть весь мир перевернись. У меня уже есть пять телефонных звонков из других агентств. Они умоляют меня перейти к ним. Знаешь, как только я где-нибудь устроюсь, я всех опять к себе найму. Но я пойму, если ты ждать не сможешь. Берегите себя. Резиденция Хейс. Нет, сейчас ее нет здесь. Мое имя Дэвид Эдисон. Я хочу обсудить с мисс Хейс нечто важное, касающееся ее финансовых дел. Вам, случайно, неизвестно, где она может быть? Прессинг? Да, я бы сказал, что это прессинг. На самом деле, я бы назвал это нападением. Большинство людей не понимают, что пластическая хирургия исключительно важна. Я же не забываю о ней ни на минуту. Я разглядываю человека, переходящего в улицу или стоящего рядом со мной на рынке, и вижу, тут нужно подтянуть, тут округлить, придать другую форму. Мой мозг никогда не знает того. Вот почему, когда доктор Хейдман сказал мне, что знает почти симметричную женщину, я ответил приятелю, это лучше, чем билет до бермота. Ты должен дать мне ее имя. Вам это нравится? Вы ничего не говорите? У меня нет слов. Хорошо звучит. Мне это нравится. Вы когда-нибудь здесь ужинаете? Освещение тут очень приятное. Извините меня, должен быть заказан столик на имя доктора Спелнера. Кстати, я у себя в офисе мог бы за 15 минут избавить вас от бородавки на подбородке. Прошу вас сюда, доктор. Спасибо. А ну-ка. Давай, дуй. Молодец. И что же ты загадала? Я не скажу. Ты же это знаешь, мамочка. Она не хочет говорить. Не хочет говорить? Дед, это звонят тебе. Говорят, срочно. Они у меня. Я должен от них избавиться. Завтра вечером, как договорились. Почему ты думаешь, что тебя преследуют? Очень хорошо. Тогда через час. И у нас есть красивое большое блюдо для бабушки, да? Дедушка, мы тебе оставили кусочек торта с цветочком. Спасибо тебе, милая. Я заверну его и возьму с собой. Это звонили из службы охраны. Сработала сигнализация. Кто-то влез в магазин. О, нет, как жаль. Вам не кажется, что, Господу, насчет Амаров пришла отличная идея? Какой прочный этот панцирь. Доктор Спелнер вам звонят. Идите ко мне в кабинет. О, Боже. Они говорят, что это очень срочно. Срочно, черт возьми. Я сейчас вернусь. Я буду здесь. Не волнуйтесь, наш добрый доктор был вызван к первой леди Пасадена, у которой внезапно свернула нос на ее. Похоже, что один из его коллег нуждается в консультации. Вот почему ваш покорный слуга имеет возможность с вами пошептаться. О, Амары, моя любимая. Что вы здесь делаете? Я хочу вернуть автомобиль и сказать вам, что вы делаете большую ошибку, закрывая наши сосклали. Если вы сейчас же не выйдете из-за стола, я буду кричать. Вы хотите, чтобы этот тип сюда вернулся? Расскажите мне о нем. Я надеюсь, вы вдвоем не планируете ничего серьезного? Мистер Эдисон, вы сами. О, это было бы так обидно. Модоведливый человек. Этот парень, он очевидно не из этой планеты. Держу парей и готов поставить большие деньги, что у него вместо трусов бикини. Спокойной ночи, мистер Эдисон. Скажите доктору Спалмура, я сейчас вернусь. Скажите мне, вы должны это знать. Ну, разбейте мне сердце. Глупо отрицать, что этот человек пускает мыльные пузыри и мерит дозвол. Я просто хотел поговорить с вами. Я не желаю с вами разговаривать. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Добрый вечер. Нам пришлось остановить вас, чтобы узнать, у вас ли находятся те наручные часы. Заткнись. Простите меня, что вы заставляете вас нервничать. Нервничать не надо. Ни к чему. Убирайтесь! Убирайтесь отсюда! Заткнись! Заткнись! Я просто хочу объяснить, что все, что мы хотим, это возможность повеселить насчет тех наручных часов. Убирайтесь! Мне очень хорошо известно, что человек, на которого вы работаете, очень хочется получить. Все, что я прошу, — возможность поговорить. Ведь немного, но так много. Так о чем мы говорили? Отстанете вы от меня или нет? Я так далеко доверялся сюда, сменил белье, надел галстук, а вы знаете, сколько стоит парковка машины в таком месте, как это? Ладно, говорите. Послушайте, я понимаю, у вас финансовая трудность, но это не причина, чтобы закрывать нас. Ах нет? А вы знаете, какие убытки вы принесли в прошлом году? Это потому, что от нас требовалось приносить убытки. Это была наша работа. Если вы теперь говорите, зарабатываете, мы начинаем зарабатывать огромные суммы. Это смешная разговор. Я превосходный сыщик. В вашем послуженном списке об этом ничего не написано. У меня превосходные рекомендации, огромнейший опыт о Йейл, о Принстон. А что Йейл и Принстон? Это два великих университета, государственная служба. Как насчет Вьетнама? Вы были во Вьетнаме? Я был очень близко. Все, что мне нужно, это одно большое дело вместе с вами, ведь вы же знаменитость. Я вас умоляю. С вашим именем и репутацией, я бы смог получить такое дело, и тогда мы оба имели бы то, что мы хотим. Спокойной ночи, мистер Адисон. Девушки отдыхают. Я сказал, хорошо бы нам отпраздновать это событие вместе с вами. Но, похоже, вы должны уехать. Боюсь, что так. Мне ужасно неудобно вас покидать таким образом. Позвольте мне поехать с вами. Похоже, что вы в очень надежных руках. Надежнейши. Пожалуйста. Мы продолжим наш разговор. А поскольку за все уплачено, вы можете остаться и насладиться ужином. Я позвоню вам завтра. Я уверена, что позвоните. Чудесный человек. На чем вы остановились? Вы были уволены, а я ухожу. Мы действительно не жаль слышать все, что вы говорите. Из нас бы получилась отличная команда. Тут никого нет. Похоже, что вам пора. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Я знаю, что эти часы случайно попали к вам в руки. Есть множество людей, которым они очень нужны. Которые не остановятся даже перед убийством, чтобы их заполучить. Видите? Нам очень повезло, что мы первые, кому мы повстречались. Итак, вы отдадите мне эти часы, и будете избавлены от дальнейшего. Дискомфорта. Но их у нас нет. Я отдала их полиции. И? И никакого и. Это все. Я отдала часы полиции. Что тут смешного? Смешно, то, что я чуть было вам не поверил. И почему это смешно? Почему он считает, что это смешно? Вы должны мне поверить, я говорю правду. Знаете, почему это смешно? Потому что вы не знаете, что правда, а что нет. Вы готовы сделать заключение, что она лжет вам. Вероятно, вы собираетесь применить... ...насилие. Насилие? Насилие. Вероятно, вы намерены поменять его до тех пор, пока она не скажет вам то, что вы хотите услышать. Это будет здорово. На вашем месте я не стал бы этого делать. Я действительно отдала часы полиции. Откуда мне это знать? Бери пистолет, живо! Дэвид! Что мне дальше делать? Нажимай на курок! Что тебе надо? Надоел ты мне до смерти! Шестой выстрел. Что, все мимо цели? Как твоя челюсть? Отлично. Даже лучше, чем было. Живать станет легче. Ну а теперь, если больше нет возражений, почему бы нам не перейти на кухню? На кухню. На кухню. Превосходно. Я умираю с голоду. Невероятное воздействие температуры на живую плоть. На человеческую плоть. Но вы, сидя так далеко, возможно, жара и не чувствуете. Алистер, прикрынь наших друзей поближе, чтобы они смогли на собственной коже ощутить этот феномен. Отстаньте от нас! О чем это вы толкуете? В наручных часах. Если возьму вас двоих и стану поджаривать... Как вы это называли? Насилие. Теперь я спрошу вас еще раз. Где эти часы? Я ковенусь вам, что отдала их полиции. Хорошенько подумайте. Я бы рад предоставившейся возможности провести дискуссию о жареной пище. Это мой единственный ответ. Другого не будет. Я бы сделала для вас что-то другое, если бы вы хотели этого. Но истина в том, что часы в полиции. О, Алистер, я думаю, что наши друзья уже постудились на том месте. Я клянусь вам, что отдала их полиция. Я клянусь! Я клянусь в этом! Я так и думал, что вы вегетарианец. Хорошо. Вы говорите, что те наручные часы в полиции. У меня там много друзей. Это достаточно просто проверить. Однако, если их там нет, то я вернусь. Но вернусь не чтобы запугивать вас. А чтобы... убить вас. Убить вас. Приятного вам вечера. За всю мою жизнь я никогда не была так напугана. Что это вы делаете? Развязываю вас, чтобы вы могли развязать меня. Чтобы эта ужасная ночь наконец закончилась. Чтобы вы уехали отсюда. А я могла лечь спать. А потом проснуться утром и начать жизнь сначала. Вот. А теперь развяжите меня. Пожалуйста, развяжите меня. Я думаю, сейчас неплохое время немножко побеседовать. Эдисон, лучше развяжите меня. Нет, я думаю. Немедленно. Что вы хотите этим сказать? Еще не все закончилось. Все закончилось. Я отдала те часы в полицию. Сейчас мистер Саймон пойдет в полицию. Они отдадут ему часы и все закончится. Я сдала те часы в полицию. Нет, не сдавали. Как это не сдавало? Сдавала? Я знаю, что сдавала. Вот. Я хочу, чтобы вы это выпили. Дэвид, я отдала их. Нет, на самом деле, вы отдали им те часы, которые были подарены мне моей бабушке в честь окончания школы. Я подменил те часы, когда я щупал вам пульс в полицейском участке. Они были у меня все это время. Вы маньяк. Вы чуть не убили нас. Нет, это единственная вещь, из-за чего мы остались в живых. Я не верю вам. Зачем вы это сделали? Этот парень хотел уничтожить нас. Я вам не верю. Вы сделали это, чтобы мы работали вместе. Конечно, мне нужны были ваше имя и деньги. Вы понимаете, я хотел, чтобы меня сопровождал всю дэки блондинистый шарик пуха. Шарик пуха? Вы назвали меня шариком пуха? Вы? Боец с девицами. Как вы меня обозвали? Боец с девицами. Вы бы посмотрели на себя со стороны. Что у вас? Никто не учил, как по-настоящему наносить удар клюшкой для Больфа. Настоящий мужчина не бьют так, как вы. Пусть так. Мне наплевать, что вы обо мне думаете, но эти парни убийцы. И они сюда вернутся, поэтому нам надо исчезнуть от силы сегодня же. Я с вами никуда не собираюсь. Вы никуда не пойдете до тех пор, пока я не развяжу вас. Но я не собираюсь это делать, пока не буду уверен, что вы успокоились и понимаете наше положение. Теперь вы успокоились? Успокоилась. Вы не выглядите спокойно. Я успокоилась, и я понимаю. У вас напряжены мускулы лица. Я спокойна. Вы ведете себя так, будто у вас на щеке блоха. Я спокойна. Хорошо. Я вас на слове. Я развяжу вас. Мэдди, Мэдди. Что должно быть, то сбудется. Хочешь того или нет. Теперь мы вместе. Вместе, детка. Вот как надо бить по-настоящему. Да. Нам будет хорошо работать вместе. Неплохо бы вздремнуть. Тут есть пара одеял. Я, правда, больше люблю спальники, а ты? Они напоминают загородные пикники. Что ты так смотришь? Просто я удивлена, что ты не пытался пригласить меня к себе в гости. Это потому, что я был оскорблен? А ты бы приняла приглашение? Конечно же, да. Если будешь звонить кому-то, скажи, что у тебя все в порядке. Я имею в виду дружка или еще кого-нибудь. Я тебя умоляю. Что? Я этого слова, дружок, не слышала с восьмого класса. Извини. Если хочешь, позвони своему сутенеру, не забудь сначала набрать девятку. То, что ты сделал, было очень храбро. Храбро, но глупо. Невыспанная она очень враждебная. Я не враждебная, я просто измотанная, непрекаянная и все еще немного напуганная. У тебя есть какой-то план? Конечно. Как тебе удается быть такой хорошенькой? Ты меняешь тему разговора. Разве? Я думал, что это тема ты. Тема разговора ты и твой план. У тебя нет такого плана, да? Ты называешь меня лжецом? Я тебя никак не называю. Я просто ищу какой-то гарантии. Ощущение, что есть кто-то, кто может разрешить все наши затруднения. Найти выход из этого положения. Я уже все это сделал. И? Скажи, а в шампуне правда была полоска лунного света? Ты думаешь, это смешно, не так ли? Мэдди, пойми, я самый лучший. Хорошо, если так. Если тебе что-то нужно... Мне не нужно. Мэдди, пойми, я не знаю. Ладно. Ключом к нашему делу являются эти часы. Согласна? Согласна. Мы должны выяснить, что сделают эти часы такими ценами. Согласна? Таким образом, нам нужен эксперт по ценностям. Та-дам! Вот лампу. Глазастая ты. Три доллара? Три доллара. Жулик, три. Должна быть тут какая-то ошибка. Послушайте, вы же сказали, что это редкие часы. Да, редкая дешевка. Вы только взгляните на них. Это на часы-то не похоже. Часовой стрелки нет. Пружины нет. И вообще, я не понимаю, как они еще ходят. Нет, похоже, что они никогда... Никогда и не ходили. Объясни это. Это имя прилагательное. Сейчас я построю для себя предложение. Эта корова перепрыгнула через Луну. Поверхность задней крышки повреждена. Кто-то здесь выгравировал какие-то цифры. Цифры? Да. Сюжет усложняется. Выходит, мы рискуем нашими жизнями из-за никчемных часов. Я бы не сказал, что они никчемные. Тут есть вот эти цифры. Ну и что? Может быть, они что-то значат. Что, например? Я не знаю. Немного вам известно. Вы эксперт по ценностям. Что я такого сказал? Она со странностями редко выходит из дома на улицу. Простите меня, как вы вошли. Я не хотел пугать вас. Вошел через задний ход. В моем возрасте нелегко пробираться через припаркованные машины. Чем могу быть полезен? Те двое, что только что были здесь, возможно, спрашивали вас о часах. Да, возможно, о часах. Да, именно так. Расскажите мне о них. Когда я вошел через заднюю дверь, мне показалось, что вы упоминали какие-то цифры на задней крышке. Не так ли? Да. Вы помните эти цифры? Я помню, что они там были. А какие? Не помню. А вы подумайте, какие там были цифры. У меня нет времени думать. Должен бизнесом заниматься, а не делать деньги. Ладно, старик, убирайся, хватит. Эти цифры. Эти цифры. Скажи мне эти цифры. Скажи мне эти цифры. Есть кто-нибудь? Где вы? Мистер Дортман. Мистер Дортман. Клиенты пришли. Ну что, поссорились? Почему я всегда узнаю об этом последним? Мэдди, загадки не всегда падают о нас последовательно. Одна, вторая, третья. Итак, теперь мы знаем, что эти часы вовсе не часы. Что же это значит? Я не знаю, что это значит. Они ничего не стоят. Вот что это значит. Это должно что-то означать. И это важно. Может, эти цифры внутри часов что-то означают? А может, что-то значит тот факт, что у них нет часовой стрелки? Я не знаю. Все, что я знаю, это то, что ты должна мне верить. Верить тебе? Люди увольняют тебя, а ты им строишь глазки. Люди пытаются тебе сжечь лицо, а ты шутишь. Ты хочешь получить экспертную оценку у скупщика. Ты говоришь с полного рта, ты не сигналишь, когда поворачиваешь, и у тебя даже нет никакого плана. Ты закончила? Нет, я не закончила. Хотела бы я знать, как такой тип, как ты, без очевидных способностей, без знания делового администрирования, боец с девицами... Мы начинаем выяснить отношения. Как такой тип может быть главой детективного агентства? Что ты делаешь? Я купил у парня утреннюю газету. Утреннюю газету, пожалуйста. А журнал тебе никакой не купить? Что-то ты сегодня лимил. Открой страницу в гинекрологии. Посмотреть похоронные принадлежности? Посмотри, есть ли что-нибудь о Джонатане Каплане. Полицейские говорили, что Джонатана Каплана вчера рано утром сбила машину. Джонатан Каплан, любимый муж Сьюзен, пылот-любитель, покинулся. И мир внезапно сбитый автомобиль. Единственным свидетелем этого был наш друг из лифта, мистер Магиканин. Заупокойная служба состоится в мемориальном парке Горасино. Звучит подозрительно. Всем известно, что у меня нет способности к редуктивному мышлению. Я ведь не могу даже идти и жевать резинку одновременно. Я же все делаю шиворот на выворот. Я и Плант. Но нет. Эти две вещи несовместимы. Извини меня. Нет, не извиню. Я даже не знаю, есть ли здесь какая-то связь. Просто цепляюсь за соломинкой. Продолжай цепляться. Вы меня ищите? Сьюзен Каплан. А вы кто? Ладно, идем. Мне легко заставить людей открыться, поэтому позволь мне самому заняться этим интервью. Здравствуйте, директор комитетрии сказал, что мы можем найти вас здесь. Меня зовут Дэвид Эдди. Я вас знаю. Вас показывали по телевизору. Здравствуйте, я Мэдди Фейнерс. А это мой партнер по бизнесу, Дэвид Эдисон. Я знаю, что вам сейчас тяжело, миссис Каплан. Наверное, вы думаете, она совсем не похожа на безутешную вдову. Я, пожалуй, правда. На нее я не похожа. Миссис Каплан, мы бы хотели спросить. Вы что-нибудь знаете о странных часах без одной стрелки и пружины? Мы коллекционируем часы всех континентов. Моё великое наследство. У меня их нет. Они были у Джонни на руке, когда его сбила та машина. Полицейские сказали, что их на нем не было. Они заявили, что их не было. Хотя он всегда носил двое часов. Те, что ему завещал его отец, даже не работали. Разве это не смешно? Его отец был часовщик. Он умер месяц назад. Для нашей семьи этот месяц просто роковой. Для часовщика это довольно-таки странный способ расстаться со своим сыном. Странный? Для отца Джонни? Он был летчиком во время Второй мировой войны. Его сбили над Германией. Он любил рассказывать историю, как перед концом войны какой-то нацист и попросил его, когда его освободят тайно переправить 4 миллиона долларов бриллиантов из Германии в Америку. Он рассказывал, что когда этот немецкий офицер наконец-то прибыл в Америку, то он обманул его, спрятав эти так называемые бриллианты в каком-то секретном месте. Похоже, вы не очень в это верите. Мух на вас нет. Кто-то уже объяснял мне, что это значит. У меня что, глаз нет? Старик жил в небольшом домике. Он ездил на очень старой машине. Ни одного рабочего дня не пропустил. Если в его жизни были какие-то бриллианты, я не видела доказательства их существования. Я пыталась объяснить это Джонни. Но он был уверен, что его старик действительно спрятал эти бриллианты в каком-то тайнике. Он намеревался переждать этого нациста, даже если это означало, что он сам их никогда не увидит. Даже если это означало оставить все своему сыну. Поэтому мой Джонни никогда не имел постоянной работы. Иногда он пилотировал самолет, но в основном он спал, занимался бегом и ждал, что его отец сыграет в ящик. Что и произошло примерно месяц назад. Точно. Через неделю после его смерти к нам пришел человек, коллекционер, как и вы. Он предложил нам за эти часы пять тысяч долларов. Пять тысяч? Я хочу сказать, что его отец нам ничего не оставил. Нам даже не на что было его похоронить. Но Джонни не захотел их продавать, нет. Пусть остаются как память, сказал он. Знаете, Эти пять тысяч сейчас так бы мне пригодились. Тот джентльмен, который приходил, коллекционер, был высокий брюнет, около 35 лет? Совсем нет. Ему было лет эдак 65. Миссис Каплан. Он любил рассказать нам о странных часах с маленькой черной папкой и двумя круглыми дужками. И ты клялась, что никогда раньше не делала этого? Речь идет о четырех миллионах долларов бриллиантов? Если верить папаше Каплана. И что будем делать? Добираться до этих бриллиантов. А ты знаешь, как это сделать? А как мухи летают? Знаешь? Разве ты знаешь, Дианя? Я могу тщательно осмотреть эту планету. Что ценно, пока никто не знает, где они находятся. Иначе охотились бы за бриллиантами, а не... За нами. Они бы охотились за бриллиантами, а не за нами. Мэдди, я попрошу тебя, о чем ты можешь это сделать, не задавая вопросов. Почему? Не спрашивай, почему. Мы ходим в этой машине, мы оба выходим. Мы наймем другую, мы возьмем. Возьмем такси. Пойдем, пойдем, дорогая. Выйди из этой машины. На самом деле, беспокоиться не о чем. Просто я не хочу, чтобы ты оборачивалась, потому что у нас на заднем сидении труп. Труп? Откуда ты знаешь? Я хочу сказать, откуда ты знаешь, что он труп? И это так, и на этом человеке чересчур много голубой губной помады. Ага. Я же говорил тебе, не смотри. Что нам делать? Мы уходим отсюда. А его оставим там? Поверь мне, он за это на нас не обидится. Это сигнал. Кто-то дает нам знать, что он следит за нами. Я не знаю, кто. Вот как? Все кончено. О чем ты говоришь? Я намерена пойти в полицию и отдать им эти часы. Нет, ты этого не сделаешь. Это мое дело. Это наше великое дело. Подумай о том, что нам удалось уже обнаружить. Мы почти близки к его раскрытию. Смерти мы близки. Мы с тобой знакомы менее 48 часов. И за это время меня увозили из моего дома. Я видела человека, умирающего у моих ног, еще одного жмуряка в моем автомобиле. Семья хватит, Дэвид. Я не хочу умирать с перерезанным горлом и ножом в спине. Тебе надо выпить. 9-1-1, срочно. Я хочу связаться с полицией. Я собираюсь отдать им эти часы. Да, полиция. Могу я поговорить с кем-нибудь из начальства? Да, это вопрос жизни и смерти. В данный момент мне никто не угрожает. Выпей. Что это? Напиток камикадзе снимает напряжение. Мэдди, подумай, что ты делаешь. Эти цифры внутри часов исключительно важны. Мы можем узнать, где эти бриллианты. Да, я жду. Пожалуйста, принесите этой леди еще один камикадзе. Ты пытаешься напоить меня? Я просто нужно выспаться и подумать. Хорошо, выспаться на жестком диване. Кому ты теперь звонишь? Такси. Я не хочу провести еще одну ночь в офисе. Я собираюсь отправиться в гостиницу. Я намерена спать на мягкой постели. Дэвид, все кончено. Отдай мне эти часы. Дармен, вызовите для этой леди такси. Сыскное агентство «Голубая луна». Мы поможем вам расследовать ваше дело и разыскать вашего друга. Если вам нужны ответы на вопросы, мы на них ответим. Мы найдем похищенные вещи и похитителей. Мы все делаем шутя. Мы классное агентство. Мы... Абюша. Это она. Посмотрите, кто к нам пришел. Это она. Мисс. Где он? Все наши служащие так рады, что вы лично участвуете в нашем деле. Ура, в честь мисс Пейс. Ура, ура. Доброе утро. Ах ты, крыса, ты украл их у меня. Ты сердита сегодня. Сердита? Из-за чего ты сердита? Я слышал, как ребята ликовали, когда ты нашла Божия. Они считают тебя... Парень, ты сгниешь в тюрьме. Лучшим боссом в мире тебе у нас понравится. А после того, как ты сгниешь в тюрьме, ты будешь гореть в аду. Видишь, мы даже покрасили стены офиса в мой любимый цвет, розовато-деневый. Я хочу их получить. Немедленно. Это мои часы. Иначе у тебя будут похороны, если ты их мне не вернешь. Мэдди, поставь эту вещь на место. Ты же ничего с ней не сделаешь, правда? Там внизу куча людей сейчас удивится. А ты бы не уворачивался. Ладно, ладно, ладно. Пожалей в офисный инвентарь. Послушай, у меня есть кое-что получше, чем часы. Что? Я знаю, как найти, где эти бриллианты. Как? Я уже говорил тебе прошлой ночью, ответ на это в цифрах, что внутри часов. Да, я украл эти часы у тебя. А потом пришел сюда и запустил эти цифры в компьютер. Я хочу сказать, что даже не знаю, что я искал, но ответ был так близко. Я прямо почувствовал, как он пахнет. Тут компьютер стал выдавать цифры, разные цифры, телефонные номера и прочую чушь. Стал выдавать почтовые индексы, и я растерялся. Компьютер закрепил за каждую из цифр букву и стал выдавать слова, что, например, для тебя означает слово «пупла». Пупла? Я не хочу тебе рассказывать, что я под духом отчаялся, просто упал в свое кресло. В горячке я стал вормотать, где могут быть эти бриллианты. Я кричал, где эти бриллианты? Я смотрел на глобус, на те цифры, что на нем. Вдруг вспомнил слова, сказанные Сьюзен Каплан. Она говорила, что ее тесть был летчиком. Она также говорила, что ее муж был летчиком. Ты поняла, в чем суть? Нет, я ничего не понимаю. Широта и долгота. Вот как летчики отыскивают свой путь. Эти цифры внутри часов широта и долгота того места, где спрятаны бриллианты. И тот скупщик был прав. Эти часы вовсе не часы, это координаты, переданные одним летчиком другому. У меня голова идет кругом. Именно поэтому нам теперь нужна карта. Где тут зал карт? Вон там. Ты знаешь, что ищешь? Красивую женщину и быструю машину. И вот что... Вот что здесь. Это северо-западный перекресток, 9-й авенею Бродвее. Полагаю, что это существенно. Движение растет, беспокойство умножится. Итак, когда мы уже здесь, наверху, что нам делать? Я полагаю, эти камушки спрятаны в этих часах. Я намерен залезть и найти их. Ты в этом уверен? Когда стоишь с ними рядом, они такие огромные. Ты полагаешь? Ну, Господи, сотвори чудо. Это не так трудно. Неужели? Нет, не совсем. Ты цел? Не волнуйся, цел. У наших мужчин есть такие скользкие гормоны, как их нет у женщин. Это затрудняет нам карабкание. Ты знаешь это? Нет. Чем дальше ты эволюционируешь от обезьяны, тем меньше ты карабкаешься вверх. И тем больше этих гормонов у тебя появляется. Я не хочу сказать, что женщины менее развиты, но все же вы здесь вторые. Я хочу сказать, тут на первом месте мужчины, а женщины за ними. Полагаю, что мы опередили вас минут на 15 в своем развитии. Ты веришь в это? Нет. Умная девочка. Позвольте мне попробовать. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Отлично. Ты превосходно смотришься, детка. Я следом за тобой. Только не оглядывайся и не ищи, где я. Знаю, что я у тебя за спиной. Я разглядываю твой костюм. Я залезла сюда. Что делать дальше? Теперь сделай небольшой маневр в сторону, куда показывает минутная стрелка, и поищи возле цифры 9, куда указывает эта стрелка часов. Отлично, Мэтти, ты прелесть. Потрясающе. Это грандиозно. Все хорошо? Без паники не двигайся. Что ты хочешь этим сказать? Я сейчас вернусь. Куда ты уходишь? Не оставляй меня здесь одну. Держись. Держись, Мэдди. Все хорошо, не волнуйся. Расслабься и ни о чем не переживай. Послушай, мы сейчас с тобой споем песню. Вот начали. 99 бутылок пива на стойке. 99 бутылок пива. Ты поешь? Я не слышу. Почему вы должны петь? Поднимись сюда и сними меня с этой стрелки. Возьми одну бутылку и пусти ее по кругу. 99 бутылок пива стоит на стойке. 98 бутылок пива стоит на стойке. 98 бутылок. Возьми одну бутылку и пусти ее по кругу. 97 бутылок пива стоит на стойке. 96 бутылок пива стоит на этой стойке. Мэдди, давай лезь на лестницу и спускайся вниз. Я боюсь шелохнуться. Не бойся, тут бояться нечего. Что ты хочешь этим сказать? Не говори мне так Держись, Мэдди Нет, я сейчас свалюсь Держись крепче, Мэдди Повернись ко мне лицом, только не смотри вниз Повернись ко мне лицом Мэдди, держись, я иду Протяни мне свою левую руку Ближе, ты должен поглезть ближе Давай же ее, давай Я боюсь ее отнять Милая вери в меня, я не намерен позволить тебе упасть Просто дай мне свою левую руку Хорошо, хорошо Теперь переползай через меня Не порви мне куртку Не порви куртку Хорошо Хорошо Вот это да Обоим вам большое спасибо Будьте так добры Идите, возьмите их Не глупите, молодой человек Если я нажму на этот курок И вы умрете, я все равно получу эти бриллианты Вам обоим предпочтительнее, чтобы я не делал этого ненужного хода Держи Прошу вас Мэдди, бросай мне Я рассказал тебе, старик Иди и возьми их Покачайся со мной Думаешь, я не сделаю этого? Когда 40 лет ждешь богатства, можешь сделать все, что пожелаешь Все, что пожелаешь Не лезь сюда У меня нет выбора Нет, нет Эй, псих, не делай этого Нет Нет Пожалуйста, отдай мне Нет, нет Дэвид, держись Не отпускай руку Давай, не падай, держись Давай, не падай, держись Я больше не могу Не могу держаться Держись Грис Фотомодель становится детективом и находит бриллианты Итак, что у нас сегодня срочного? Ничего срочного нет, просто... В свете всего того, что мы пережили вместе, я бы хотел формально вновь поставить свое предложение Ты, я, бизнес Сахар? Три куска Я не знаю Чего тут не знать, это было здорово, это было превосходно Мы составим отличную команду с твоим именем и репутацией Мне надо об этом подумать Понимаю Сливки? Спасибо Я знаю, о чем ты думаешь, я должен сказать тебе, что это дело на самом деле очень прибавило на зрелого опыта Я стал другим человеком, я изменился Я знаю, о чем ты думаешь Ты думаешь о тех гадостях, что я тебе сделал Я испортил твой ужин с мистером и доктором, я починю вам лицо, украл у тебя часы Но это был я прежний Это был я до того, как осознал всю ценность настоящего партнерства Личности, на которую можно положиться на всю жизнь С такими людьми не играть Таким людям не лгут И на таких людей не оказывают давления Дэвид, мне надо подумать над этим вопросом И как долго? По меньшей мере один день День, целый день А ты подумай прямо сейчас Слушай, я могу выйти в другую комнату, посижу, почитаю там газету Дэвид, это очень соблазнительное предложение Мне просто необходим еще один день на размышления День Ты права День – это приемлемое требование День Один день Ты хочешь сказать, что ответ будет завтра в это же самое время? Да Полагаю, что так Да Я дам тебе ответ завтра в это же время Вот они Никакого заявления для прессы не будет Приходите завтра в это же самое время Редактор субтитров А.Семкин